Рождественские каникулы Я помню, друзья, что Антон был у нас в студии осенью и готовился к путешествию в Индонезию. Сегодня я его буду пытать и выспрашивать разнообразные тонкости этого путешествия. Антон, скажи, пожалуйста, как ты вообще пришел к самостоятельным путешествиям? Что тебя не устраивает в таких пакетных турах, как вы самостоятельные путешественники говорите? И почему именно самостоятельный туризм? К самостоятельным путешествиям я пришел в 2011 году после знакомства с девушкой. Это было во Вьетнаме. Познакомившись с русской девушкой, выяснилось, что она уже пятый год живет в Азии. И было очень любопытно с ней побеседовать. И после этого уже захлестнуло. Ну, а самостоятельное путешествие, наверное, еще наши родители задали нам тон. Вспомните, что в советское время очень сложно было найти, достать какую-то путевку. Поэтому даже на примере моих родителей мы покупали билеты, садились в поезд и куда-то ехали. Это называлось путешествие дикарями, да? Куда-то, да, да, да. Это было дикарями. Никто ничего не боялся. Потом со временем пришли на наш рынок турфирмы. Все это дело стало организовано. Люди к этому привыкли. И сейчас как-то мы потихонечку вроде как бы возвращаемся. К стокам, да, можно сказать. А насколько я знаю, в этот раз ты впервые вел группу. Да. Группу самостоятельных путешествий. В этот раз я решил попробовать собрать группу своих единомышленников. Для этого в помощь были соцсети, интернет. Нас собралось 9 человек. Из 9 человек двое помимо меня имели опыт самостоятельных путешествий. Остальные были пакетники в прошлом, а даже девушка была вообще в первый раз за границей. Вот. Очень интересный опыт получился. Очень интересный. Как я уже сказал, 9 человек нас собиралось. И на границе из Москвы у нас остановили одного парня. К сожалению, его не выпустили, не пропустила таможня. Были долги. Поэтому вот это уже еще такой новый опыт, что прежде чем ехать, все-таки надо проверить все свои долги перед государством. Насколько сложно организовать людей в одну группу? Насколько сложно состыковать вот эти международные авиарейсы? И насколько сложно вообще организовать вот этот самостоятельный тур? Ну, организовать людей несложно, потому что никто никого не звал. Как бы просто было предложение, и люди откликнулись. Поэтому, в общем-то, это было все несложно. Народ собрался очень разнообразно, с разных городов. Мы не знали друг друга никто. То есть, вот из нашей поездки я знал только одного парня из нашего города, а остальные мне были просто незнакомы. То есть, мы в Москве, в аэропорту, все встретились, обнялись, познакомились. Ну, и на старт. А состыковать рейсы, да, это довольно трудоемкий процесс. Этот раз нам, как бы даже не знаю, как сказать, повезло-не повезло. У нас состыковка рейса была 45 минут, когда мы летели туда. На нее мы благополучно опоздали, в связи с тем, что из Москвы очень долго, ну, задержали у нас вылет. Вот. Летели мы уже, это уже на опыте, на собственном опыте. Я покупал билеты, специально на всю группу брал, чтобы была одна авиакомпания. Потому что, если бы мы прилетели, это были катарские авиалинии, ну, что если бы мы прилетели другой авиакомпанией, то состыковочный рейс нам бы просто развели руками, сказали, это ваши проблемы. Ну, скорее всего, пришлось бы доплачивать и лететь дальше. А так как была одна авиакомпания, то они, это была их вина, по их вине мы опоздали. Они нам предоставили отели, причем очень было приятно, что нас было 8 человек, и нам предоставили 8 одноместных номеров. Потрясающие номера. Нам дали какие-то деньги наличные, чтобы мы могли что-то как-то пройтись, нас кормили, и на следующий день нас забрали из отелей, и мы продолжили свое путешествие. Индонезия, да? Да. Была у вас в этот раз. У всех на слуху вот эти названия, Бали, Ява, там и так далее, и так далее. Впечатлила тебя Индонезия или нет? Меня впечатляет все новое, все новые страны. Конечно же, масса впечатлений была. Индонезия очень разнообразная страна, как показал наш трип. К примеру, прилетев, мы прилетели на остров Ява. Ява на 90% это мусульманская страна. То есть жесткие запреты на многие вещи, к которым мы привыкли. Наши спутницы были, постоянно находились в закрытой одежде. То есть плечи, руки, ноги, никаких там коротких шортиков, ничего такого не было. Вот. Ява – очень интересный остров. Мы посетили там вулкан Иджин, спустились в кратер. Очень потрясающе. Это был мой второй вулкан. Здесь внутри добывали серу. Как бы мы даже попытались помочь местным работникам. Что очень тяжелый труд. Когда индонезийцы весом в 50 кг поднимают 80-килограммовую корзину и несут ее вверх 200 метров. Но мы не смогли. Мы попытались, не смогли. Вот. Мы передвигаем... А, да, вот, кстати, еще насчет групповой. Это был мой первый опыт, именно сбора команды. Ну, это очень большая экономия на проезде. То есть мы двигались, снимали микроавтобус. Это очень большая экономия. Также в размещении, тоже, когда мы брали сразу 8 номеров, то есть это были хорошие скидки. Поэтому группой есть тоже свои плюсы. Антон, а вот такой вопрос, который, наверное, многих волнует людей, собирающихся отправиться в какое-то путешествие. То есть мир стал жестоко нестабилен, как пела группа Ария, за волной волна, да? Вот в этой обстановке не страшно ли путешествовать самостоятельно, не страшно ли путешествовать в группе? Ну, вообще, не страшно ли путешествовать? Да путешествовать, конечно, не страшно. То есть, как есть же такая русская пословица, кто рожден там, кому суждено сгореть, тот не утонет, да? Поэтому нет, не страшно. Все, что касаемо, там люди боятся летать, ну, не надо просто бояться ничего. Понятно. Если человек решил заинтересоваться самостоятельным путешествием, если он хочет попасть в твою группу, если он хочет познакомиться с тобой, какие шаги ему следует предпринять? Ну, вот этот опыт сейчас путешествия группой показал, что необходима все-таки какая-то подготовка. Начальная подготовка нужна. Для этого мной будут организованы курсы самостоятельных путешественников. Наверное, они будут в течение месяца проходить. Пока по плану мы, я думаю, что сделаем таким образом. Туда будут входить обязательно это основа вождения мотороллера, потому что свободный самостоятельный путешественник без мотороллера – это не путешественник. Это вообще сразу нет, потому что такси и все остальные виды транспорта – это очень дорого. Нестабильно и дорого. Далее будут входить основы travel photo, потому что с любой поездки хочется привести красивые фотографии. Такие элементарные моменты, как девушку надо фотографировать чуть-чуть снизу, чтобы у нее были длиннее ноги. Ну и таким образом. Сейчас очень много современных гаджетов, и поэтому, чтобы даже снимая телефоном, должны быть хорошие фотографии. Вот будет основа таких. Далее, как в этот раз мы стали свидетелями драки между европейцами и азиатами, то обязательно будет входить прием рукопашного боя. Потому что это, в общем-то, это надо. Бывает очень часто, что срывают и сумки, и пытаются ограбить. То есть уверенность в собственных силах должна присутствовать. Также будет небольшой курс английского языка. Ну, или все, или, может быть, мы добавим что-то еще. Будет этот курс, скорее всего, в течение месяца, может быть, на два. Посмотрим, это будет тоже первый опыт. И также научу, как искать правильно билеты, как состыковывать рейсы, какими программами пользоваться в путешествиях. То есть, например, как передвигаться, какие карты лучше использовать. Сейчас везде интернет, все хорошо. И даже в Индонезии с интернетом очень все хорошо. Ну, то есть желающим социальной сети в помощь. Антон Тетерев, вот он перед вами. Дорогие друзья, вы можете найти Антона, познакомиться, и Антон вас обучит. Да, контакт, я думаю, в контакте меня легко будет найти. Вот. На следующий год, на этот год, наверное, мы будем планировать трип по Индии. Скорее всего, это будет что-то такое типа мото-трипа. То есть, мы сядем, и будет где-то, наверное, семь дней на колесах, чтобы проехать. Ну, я думаю, что штат Гуа будет с севера до юга. Ну, пока вот так. Пока вот такие планы. Все понятно. Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас был в гостях самостоятельный путешественник Антон Тетерев, который рассказал нам о всех тонкостях самостоятельных путешествий. Я думаю, вы, конечно, загорелись с желанием пуститься в это самостоятельное путешествие. Не знаю, как вы, вот я точно загорелся. Поэтому, Антон, большое спасибо, что нашел время и заглянул к нам. Большое спасибо за интересный рассказ и за предварительные инструкции. Будем надеяться, что все планы сбудутся, и мы увидимся вновь. Большое спасибо вам. Я думаю, еще раз, если пригласите. С удовольствием. Да. Я пренепременно приеду. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин